2017 год юбилейный для заповедника Ненецкий. Ему исполняется 20 лет. Примечательно, что уходящий год в России прошел под знаком экологии. В праздничных мероприятиях, которые проходили в течение всего 2017 года, могли принять участие все без исключения горожане. Об итогах юбилея в следующем сюжете. Общая площадь заповедника составляет более 600 тысяч гектаров. В его состав также входит одноименный заказник местного значения. Возглавляет заповедник Станислав Золотой, первый почетный эколог Ненецкого округа. В 2015 году мы подали заявку на включение территории заповедника и заказника в список водноболотных угодий, подпадающих под Рамсарскую конвенцию. В конце этого года было проведено совещание в Минприроде. И мы стоим первые в очереди на номинацию водноболотных угодий, подпадающих под Рамсарскую конвенцию. Возможно, что уже где-то в начале следующего года мы официально будем в этой конвенции. Это позволит центральной части заповедника получить статус особо охраняемой территории международного значения уже в начале следующего года. Для заповедника 2017-й стал еще и годом столетия заповедной системы России. Заповедник участвовал как во всероссийских акциях, так и в окружных мероприятиях. Проводились такие мероприятия, как марш парков, конкурсы экологической направленности. В целом я бы хотел отметить, что охват населения эколого-посветительскими мероприятиями по нашим подсчетам составил порядка более 7 тысяч человек. Сейчас природа заповедника является эталоном красоты Нинецких тундр. Кроме того, с каждым годом растет число животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Именно они и привлекают заполярный регион так называемых бёртвочеров. В 2016 году совместно с норвежским архитектурно-орнитологическим бюро «Биотоп» заповедник Нинецкий запустил проект «Баринсбёрдинг». Архитекторы и экологи занимаются обустройством мест для наблюдения за птицами. Любительская орнитология как вид познавательного туризма развивается во всём мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах учёным разных стран. На территории нашего округа обитает 138 видов пернатых. И за последние десятилетия исчезновение хотя бы одного вида не зафиксировано. Малефисента, Гарри Поттер, Дед Мороз и Снегурочка. Что объединяет этих героев известных сказок, романов и фильмов, узнали воспитанники специализированной школы города Нринмара. Для ребят на сцене Дворца культуры Арктика развернулось новогоднее театрализованное представление под названием «Новый год в Хогвартсе». За перевоплощениями артистов наблюдала наша съёмочная группа.